Что касается домашнего насилия в семье. В силу того, что у меня с моим партнером, адвокатом Мариной Дубровской, есть юридическая компания, и меня в свое время простимулировала на создание этой компании как раз ситуация насилия, через которую прошла я, я жду, что однажды возникнет закон, как это есть, например, в Соединенных Штатах Америки, по которому на жертву насилия может заводиться уголовное дело, или как минимум полиция начинает расследование просто по заявлению соседа или свидетеля со стороны. Поскольку женщина, которая живет с садистом, или женщина, которой подняли руку, она часто заболевает психически. В частности, я была с какого-то момента, после того, как меня ударили, не очень здоровым человеком, и мне пришлось пройти психотерапию, пропить курс лекарств для того, чтобы уже сидеть перед вами, и рассуждать об этом трезво. Я то писала заявление, то забирала. При этом Сергей Жорин имел возможность тоже каких-то таких пиар-манипуляций, то делал из меня сумасшедшую, то говорил, что это пиар, то придумывалась история про ДТП. Я хочу сказать, что пункт первый. Насилие общество не должно прощать ни в какой форме. Насилие к женщине, насилие к ребенку. Понятно, что, вероятно, где-то бывают такие крепкокосные женщины, которые мужчин, наверное, сбивают, но вот и мужчины не должны этого прощать. Пункт второй. В кризисной ситуации, если вы стали жертвой насилия, как ей стала однажды я, проконсультируйтесь, пойдите к терапевту, потому что изнутри ситуация, вот это вот взаимоотношение «садись жертва», оно часто сбивает с толку, и мы начинаем делать все, чтобы нас больше не били, пытаться примириться. Я, в частности, два раза выходила замуж за человека, который меня оскорблял постоянно и поднимал на меня руку. Поэтому Сергею Жорину спасибо за опыт, он сделал меня реально сильнее. А всем остальным, включая Сергея, хочу сказать, что я надеюсь, однажды настанут те времена, когда общество будет считать вас нерукоподатными, и, надеюсь, однажды настанут те времена, когда проверки, уголовные дела будут заводиться милицией и следственными органами, независимо от того, написано ли заявление жертвой. И я так думаю, что это будет правильно.